Заметки Электрика А сегодня снова неудовлетворительное заключение только уже у автоматического выключателя А3140. Сейчас расскажу обо всем подробнее. В очередной раз в электролабораторию пришел на испытание уже легендарный и наиболее распространенный для своего времени автоматический выключатель серии А3140 с номинальным током 600 А. Перед установкой его необходимо было проверить и выдать протокол с заключением. Напомню, что выдавать протоколы по результатам измерений и испытаний имеет право только электротехническая лаборатория, которая зарегистрирована в органах Ростехнадзора. Буквально пару слов о самом автомате 3144. Автоматические выключатели 3144 предназначены для защиты электрооборудования от возникающих перегрузок и коротких замыканий в сетях переменного напряжения до 500 Вольт и в сетях постоянного напряжения до 220 Вольт, а также для нечастой коммутации электрической цепи. На нашем предприятии они очень распространенные и занимают львиную долю среди всех установленных автоматов. Оно и понятно, ведь автоматы серии А3140 относительно неприхотливы в обслуживании и эксплуатации. Согласно регламенту по паспорту, через каждые 2000 коммутаций, но не реже одного раза в год, у них необходимо очищать контакты от копоти, от металла, смазывать шарниры механизмов приборным маслом МВП, проверять затяжку винтов, целостность пружин, а также состояние их силовых контактов. Автоматы А3140 имеют комбинированный расцепитель, который в процессе эксплуатации можно заменить на любой другой с необходимым номиналом, но об этом я расскажу чуть позже. В общем, вот внешний вид данного автомата. Такая еще рукоятка. Включается так, отключается. Если отключается автоматически, то рукоятка остается в среднем положении. И чтобы его включить, необходимо будет развести автомат вниз и снова его включить. Как видите, это достаточно габаритный аппарат защиты, вес которого составляет чуть больше 19 килограмм. Расшифровка условного обозначения А3144. А31 это серия автоматической выключателей. Четверка это четвертая величина. И четверка это количество полюсов. В данном случае автомат трехполюсный. Технические данные. 600 А это номинальный ток автоматического выключателя. Исполнение задних присоединений у него. Вот, здесь вот видно шпильки, проходные шпильки. То есть подключение происходит сзади. Дистанционный расцепитель и блок контакты, то есть свободные контакты, у данного автомата отсутствуют. Степень защиты корпуса и P20. У автомата имеется встроенный комбинированный расцепитель со следующими параметрами. Номинальный ток расцепителя 250 А. Кстати, вот комбинированный расцепитель. Так, это неподвижные контакты. Это дугогасительные камеры. Это силовые подвижные контакты. Механизм расцепления. И вот он, комбинированный расцепитель. Его уставка обозначается непосредственно на... То есть вот, 250 А. И уставка электромагнитного расцепителя 1750 А. Будьте внимательны и всегда смотрите параметры расцепителя непосредственно на самом расцепителе, а не на крышке автомата. В моем случае на крышке автомата указан расцепитель на 500 А. Хотя на самом деле установлен на 250 А. Ну, в общем, как я и говорил, в нижней части автомата установлен съемный комбинированный расцепитель, что очень удобно в эксплуатации. Нет необходимости менять полностью автомат. Открутили, сняли старый расцепитель, а вместо него установили новый с другими параметрами. Ну, или с такими же. Благо, это позволяет сделать автомат, так как его ведущие части рассчитаны на номинальный ток до 600 А. То есть сам автомат, так и ведущие части автомата, вот эти все шины, проходные шпильки, контакты рассчитаны на номинальный ток 600 А. А расцепители можно устанавливать в данный автомат от 250 А до 600 А. То есть очень удобно, я считаю. Вот у меня есть один снятый расцепитель. Насколько? На 400 А. То есть вот видите. Вот так вот он установлен. Он состоит из последовательно включенных тепловых и электромагнитных расцепителей. Уставки расцепителя не регулируются. Их калибруют на заводе изготовителя, а затем опечатывают. Это вот здесь вот видно. Вот такие вот есть. Печатаны на резервном вам покажу. Вот опечатаны. Силовые контакты автомата замыкаются и размыкаются при ручном управлении с одинаковой скоростью, независимо от скорости движения рукоятки. То есть могу плавно вести. Могу быстро включить. Все равно скорость их включения и отключения будут одинаковые. Впрочем, как и у современных, у всех современных выпускаемых сейчас автоматов. Автомат А3144 Автомат А3144 относится к автоматам промышленного назначения, а значит, соответствие уставок расцепителей для оценки пригодности автомата необходимо проводить согласно ГОСТ 50.030.2.2010. Подробнее об этом смотрите в видео про методику проверки автоматов промышленного назначения на примере автомата в А5731. Время срабатывания теплового рассыпителя при токе 1.1 от номинального, то есть 275 А, это так называемый условный ток нерасцепления, составляет более 4 часов. Время срабатывания теплового рассыпителя при токе 1.45 от номинального, то есть 363 А, это так называемый условный ток рассыпления, составляет 1 час. Эти проверки занимают много времени, Поэтому перехожу сразу к проверке теплового рассыпителя 3-х кратным током от номинального. То есть данный рассыпитель я буду проверять током 750 А. Предельное время срабатывания рассыпителя должно находиться в пределах от 60 до 70 секунд. При температуре окружающего воздуха 25 градусов. Вот в помещении, где я провожу испытания, как раз такая температура есть. Даже чуть больше, наверное. Максимальное время нахождения автомата под испытательным током составляет не более 140 секунд. В общем, собрал схему для проверки теплового и электромагнитного рассыпителя. То есть для проверки автомата. Вот у нас автомат. Проверяем вот этот крайний полюс. Нагрузочный трансформатор RET 3000. Пояс Роговского, ну или вот это кольцо для измерения тока в цепи. Здесь уже использую я 8 кабелей в параллель. 8 ниток, вы видите сами. Так, автомат включен. И поехали. Вот я уже предварительно навел 750 А. Включаю латер. И поехали. 745. 20 секунд. 30 секунд. Ток немножко падает. Корректируем его. 40 секунд. Напомню, что у нас время отключения должно быть в пределах от 60 до 70 секунд. 60 секунд. Автомат не отключается. 80 секунд. Автомат у нас не отключается. Собачка не... Дым идет уже немножко. Время у нас составляет уже 111 секунд. Но еще немножко подержим. 120 секунд уже. Дым пошел. Ладно, мучить не будем. В общем, вот 140 секунд. Автомат у нас не отключился. Расцепитель горячий. Вот идет дым. Как видите. Но почему-то он у нас вот эту вот собачку не сбил. Тепловой расцепитель данного полюса у нас неисправен. Это однозначно. Теперь, чтобы не переключаться на другой полюс, сразу проверим электромагнитный расцепитель данного полюса. Схема остается, естественно, прежней. Электромагнитный расцепитель проверяется током на 15% ниже его тока уставки. А значит, нам нужно проверить его током 1487 А. И при этом расцепитель не должен сработать. Наводим ток 1487 А. И смотрим, как реагирует у нас автомат. Выставил ток 1487 А. И время импульса 3 секунды. Поехали. Автомат не отключается. 1457 А. Давайте еще раз. Теперь нам нужно повысить ток до 1750 А. Ну, можно даже чуть больше. Автомат должен у нас отключиться. Навел 1750 А. Поехали. 1750 А. 1728 А. 1760 А. Автомат не отключается. 1720 А. Дам больше еще. 1850 А. Давайте посмотрим, что происходит. Не отключается. Не сбивается бачку. Хватит. Хватит. Так. То есть, ток был 1827 А. За 2 секунды он не отключился. Навел даже больше, чем 1750 А. Вышло 1827 А. Максимальный ток. Таким образом, делаем выводы, что тепловой и электромагнитный рассыпитель у данного автомата неисправны. И автомат для дальнейшей эксплуатации не годен. Сейчас я переключу на другой полюс. Проверю оставшиеся 2 полюса. Ну, в любом случае, даже если те 2 полюса будут исправны, хотя я сомневаюсь, данный автомат будет забракован. То есть, он неисправен. Благо, что у данной серии автоматов можно заменить комбинированный рассыпитель, а не полностью менять весь автомат. Поэтому откручиваем сейчас... Ну, даем ему немножко остыть. Откручиваем сейчас данный рассыпитель. Заменяем его на новый, с аналогичными параметрами. И перепроверяем автомат. Такой ремонт еще и экономичный, ведь разница по стоимости нового автомата, например, такого, или комбинированного рассыпителя, существенная. Откручиваю. Эти все уже ослабил. Сейчас раскручу гайки на шпильках. Так, гаечку снял. Кстати, забыл сказать, что на каждом рассыпителе комбинированном указан его номинальный ток еще и не только на бирочке, но и гравировкой на токоведущих частях на каждом полюсе. Вот я его снял. Сейчас посмотрю, что с ним такое. В общем, решил я разобрать рассыпитель. Один полюс у нас оказался вообще мертвый. Я его начал, когда прогружать, у меня просто произошел обрыв в цепи, обрыв тока. Вот это у нас биометаллическая пластина. Вот она. Это регулировочный винт. И когда пластина нагревается, она воздействует на планку и нажимает ее. То есть, вот таким образом. Собачка приводит уже механизм расцепления в работу. И электромагнитный рассыпитель. Вот у нас магнитопровод. Вот у нас подвижная часть. Ну, вот так вот воздействует. То есть, подтягивается. А подтягивается, воздействует на эту же планку. То есть, почему он называется комбинированный? То, что в одном корпусе находится и электромагнитный, и тепловой рассыпитель, который воздействует на одну планку. Вот у нас общая планка. Вот это. Это у нас общая планка воздействия на механизм сцепления. То есть, на этом упоре, на этой собачке держится упор механизма расцепления автомата. И когда у нас планка срабатывает от того или иного рассыпителя, эта собачка должна повернуться вверх и расцепить вон тот механизм расцепления. Но тут-то все как бы все исправно, за исключением вот этого полюса. Но вот эта собачка при вот этой планке, то есть, когда я вручную нажимаю, собачка очень с каким-то тяжелым усилием поднимается вверх. То есть, возможно, дело было в ней. Сейчас установлю новый расцепитель с такими же параметрами в этот же автомат. и снова произведу проверку. Ну, в общем, вот установил новый расцепитель. Буквально состояло, не знаю, 5-7 минут. Сейчас проверим. Включаем автомат и проверим его работоспособность. Просто покажу вам, как вообще она включается. Идет. отключился вот так вот работает исправен отключился работает исправно в заключении очевиден вывод что всегда проверяйте электрооборудование перед его установкой и в процессе его эксплуатации согласно требований по ИПТП лучше своевременно выявить неисправность нежели эта неисправность вылиться потом к плачевным последствиям и авариям на этом все всем спасибо за внимание кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был Дмитрий автор сайта Заметки Электрика до новых встреч до новых встреч